Добрый день! Сегодня на православном портале Экзегет мы с вами продолжаем цикл наших бесед о библейской археологии, библейских событиях, о святых местах, которые расположены в земном Отечестве нашего Спасителя, Господа нашего Иисуса Христа. Цикл бесед под названием «Отдана до Версавии», в котором мы с вами совершаем такое своего рода, что ли, путешествие по святой земле, но, к сожалению, только духом, а не телом. И, тем не менее, зато это, может быть, все-таки будет достаточно познавательно, поучительно, я надеюсь, для нас с вами. И сегодня мы продолжим наше созерцание окрестностей Галилейского озера. До этого мы беседовали о горе Блаженств, о том, где она находится, беседовали о том, что за место являлось родиной почитаемой святой Марии Магдалины, почему она получила такое прозвище, с чем это связано, и, так сказать, дальнейшая судьба и подвиги. Ну, а сейчас мы с вами переместимся совсем недалеко от того места, где сейчас вспоминается Нагорная проповедь Спасителя, на горе Иремос. И что, в общем-то, конечно, во многом может быть признано за такое действительно евангельское место, потому что в некоторых местах Евангелия прямо говорится о том, что место-то находилось недалеко от Капернаума. В отличие от другого места, но которое зачастую отождествлялось с тем, где была произнесена знаменитая Нагорная проповедь, место, где совершалось чудо спасителем умножения хлебов и рыб, для того, чтобы накормить страждущий народ, который тысячами ходил за ним, слушал его вдохновенное, божественное слово, надеялся получить и получал исцеление от своих самых многоразличных недугов. И вот зачастую эти места, они отождествлялись друг с другом, и место произнесения Нагорной проповеди, и место умножения хлебов и рыб. Хотя, по, так сказать, некоторым сведениям евангельским, Нагорная проповедь была все-таки произнесена в окрестностях Капернаума недалеко, а вот как раз-таки умножение хлебов и рыб – это чудо было вызвано не просто желанием показать какое-то знамение и видеть какую-то божественную силу, но имело и чисто практическую необходимость, поскольку люди, которые слушали Спасителя вдалеке от каких-то селений, где могли бы купить себе хлеба, могли просто изнемочь в своем пути, в своем странстве до того места, где они могли бы пополнить свои жизненные запасы. Но, тем не менее, очень часто как-то вот в паломническом восприятии места это соединялись друг с другом, этому способствовала и вот та практика посещения святых мест, которая сложилась еще в Византии. Мы уже упоминали, что древние паломники, среди которых и паломница Герия или Этерия, известная также как Сильвия, и паломник Антоний из Печенца, они описывали вот эти святые места именно почитавшимися в одной локации. И воспоминания на горной проповеди, и других чудес, которые совершил Господь в Годелее, и чудо умножения хлебов и рыб. Для того, чтобы паломники могли беспрепятственно совершить вот это поклонение, и было устроено несколько вот таких вот священных религиозных центров, еще византийскую эпоху, которые под своей кровлей собирали сразу несколько вот каких-то таких связанных между собой священных воспоминаний. Ну, как уже говорилось, отчасти это было связано с тем, что какое-то посещение мест удаленных, не находившись под покровительством христиан, ну, в общем, и во времена Византии могло быть вполне опасным. Дело в том, что, конечно, и достаточно много было еврейского населения, которое относилось сугубо отрицательно к присутствию здесь христиан. И самаряне тоже, как такой народ, достаточно усилившийся в IV-V веках и в VI веке, занимали такую зачастую откровенную антихристианскую позицию. Поэтому паломники не могли рассчитывать на безопасность очень нередко, когда они удалялись от тех центров, где была христианская власть, христианское воинство, христианские правители, ну, и где вообще обитало достаточное количество христиан на помощь и поддержку общины, которых они могли рассчитывать. И вот поэтому, собственно говоря, вот это вот чудо умножения хлебов и рыб, которое произошло достаточно далеко от населенных пунктов, оно совершалось, в общем-то, его почитание, воспоминания свершалось недалеко от Капернаума и совсем не вдалеке от того места, где сейчас находится прекрасный храм, современный, но принадлежащий, правда, католической церкви, посвященный заповедям блаженств, посвященный Нагорной проповеди Спасителя. Буквально у подножия этой горы, которая носит название Эремос, по крайней мере, так ее именуют Блаженный Ироним, и поэтому это название воспринято и современными католическими богословами, расположено другое весьма примечательное место, в котором совершенно сейчас нет никаких живых, собственно, ни домов, ни селений, это целиком и полностью такой вот религиозный центр, который называется сейчас таким арабским словом, немножко, может быть, неудобо произносимым, табха, таб-к-ха. Еврейское название его эншева, а изначально и греческое, по всей вероятности, которое оно называлось и в библейские времена, и во времена византийские, это место называлось гептопегон. Гептопегон означает то же самое, что и эншева на еврейском. Семь источников. Ну, дело в том, что, как мы тоже уже упоминали, Галилейское озеро является, собственно говоря, потухшим кратером вулкана, и там до сих пор присутствует довольно большая такая сейсмическая активность, и поэтому такое количество каких-то горячих источников, которые бьют в разных местах, и на дне до сих пор озера, скрытые водой, и на его берегах. Вот как раз-таки вот в этом месте, о котором мы говорим, из древности, било семь горячих теплых источников, то есть место это было так вот как бы особенным благодаря им, и, собственно, и получило вот такое вот название благодаря им. Вот в этом самом гептопегоне был устроен храм в память чудо свершенного спасителя, чудо умножения хлебов и рыб. Ну, обычные евангелисты, среди которых и Матфей, и Лука, и Иоанн, они это чудо так передают теми словами, что, в общем-то, вкратце можно как-то обобщить их сведения, их свидетельства, что спаситель со своими учениками находился достаточно далеко от селений, поскольку часто любил уединяться в пустыне для молитвы. Ну, в общем-то, вероятно, и учить людей ему было удобнее без каких-то таких, ну, скажем, участников этого, которые бы стремились подсмотреть, подслушать, переврать, исказить, и потом донести на него и составить о нем самое плохое, скверное суждение, мнение, как это зачастую бывало. Поэтому спаситель уходит от тех мест, где его проповедь могла бы вызвать такое вот, как бы, ну, как сейчас сказали бы, социальное напряжение, для того, чтобы спокойно получать людей тем истинам, которые он пришел возвестить. И, жалея народ, который уже там по некоторым свидетельствам три дня пребывал вместе с ним, он ищет возможности их накормить. Но, как сказать, в селении, где можно купить хлеб далеко, да и для того, чтобы прокормить, как справедливо указывают ему его ученики, такую толпу народу, нужна какая-то совершенно невообразимая сумма денег, чтобы вот на все эти тысячи человек накупить хлеба. Там Евангелие говорит и о пяти тысячах человек, и о четырех тысячах человек в другом месте. И поэтому, безусловно, конечно, такая толпа, это, в общем-то, как сто пенези не хватило бы для того, чтобы купить, хоть и не очень дорогого в Палестине, но, тем не менее, стоящего денег хлеба. И тут как раз-таки выясняется, что у одного мальчика исчезла слушателей, спасителя, весьма, надо сказать, запасливого мальчика, удивительно, что только он один позаботился о том, чтобы у него были какие-то продукты, нашлось пять хлебов и две рыбки. И вот эти-то, собственно, хлеба и рыбы становятся источником пропитания для такого огромного количества людей. Спаситель велит своим ученикам, они рассаживают его слушателей такими, как в одном месте Евангелия говорится, купами или по-славянски еще говорится, лехами, такими группами по 50 человек, а спаситель начинает преломолять хлеб, раздавать его своим ученикам, тебе передают народу, и хлеб не уменьшается в руках спасителя, он постоянно умножается, 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 и люди получают все новые и новые куски хлеба, и когда потом собирают остатки этого хлеба, выясняется, что остатков набрали какое-то там большое количество корзин в разных тоже местах Евангелия, называется иногда разное их количество, то есть одних обедков собрали намного больше, чем было вот этих изначально пяти хлебов и двух вот этих несчастных небольших галилейских рыбок. Ну, это чудо, оно, конечно, заставляет о многом задуматься нас. С одной стороны, удивительно то, насколько люди были, ну, вот увлечены этой проповедью спасителя, насколько сильно было их желание видеть его. Они не позаботились о пропитании, то есть они явно не планировали так надолго задержаться, при том, что находились рядом со спасителем, вместе со своими семьями, с детьми. Можно себе представить вообще, как это могло быть сложно, как это могло быть трудно. Ну, попробуй, не накорми ребенка. А они там по три дня без каких-то припасов. Это что же, в общем-то, за удивительное такое действительно горение духа было у этих людей, что они вот так вот, оставив все, не позаботившись, а, в общем-то, как сказать, все, кто знает, ну, даже, например, современных евреев, знают, что это, в общем, народ так очень практичный, и уж забытие идей – это довольно сложно. Да, вот всем известен памятен образ такой вот еврейской матери-семейства, мамы такой, которая, так сказать, готовится каждой пятницы, накупает огромные сумки продуктов, готовит на шаббат, на, так сказать, праздничную трапезу для своей семьи какое-то невообразимое количество блюд, едет к своему сыну, который служит в армии с этими сумками продуктов, там, и, так сказать, чтобы бедный мальчик не похудел, пока служит в вооруженных силах. Ну, то есть совершенно нетипичное, скажем, такое поведение являют собой вот те, кто слушал спасителя. Я бы не сказал, что вот это такая национальная какая-то черта, забыть обо всем, так сказать, о хлебе, о пропитании, и кого-то слушать вот с таким увлечением, с таким восторгом. Действительно, это какая-то такая, с одной стороны, жажда духовного слова, жажда духовной пищи, а с другой стороны, конечно, видимо, и очень такие большие чаяни, ожидания, связанные со спасителем, как с чудотворцем, и ожидания получить исцеление от каких-то недугов, которые перевешивают с собой любые другие лишения, которые человек готов понести для того, чтобы дождаться вот того внимания, которое обратит на него божественного учителя. Ну, и ожидания и чаяния несколько иного рода, о которых мы вот сейчас, наверное, все-таки упомянем, скажем чуть-чуть позже в ходе наших бесед. И вот это, конечно, такой пример просто совершенно удивительной преданности Слову Божию, которое и было вознаграждено вот таким чудом, чудом умножения хлебов и рыб, благодаря которому вот этот образ пяти хлебов и двух рыбок сделался таким одним из символов Святой Земли. Сделался он этим символом, в том числе и благодаря тому прекрасному музаичному украшению, которому, которым был украшен храм, посвященный этому чуду вот в Тапхе, в Гептопегоне. Ну, надо сказать, что по всей вероятности самый первый храм на этом месте был устроен еще около 350-го года весьма примечательным таким человеком, святым, который, к сожалению, как-то вот не почитается в наших святках в качестве святого, это Иосиф, князь Галилейский. О нем сведения содержатся в такой знаменитой книге, обличавшей всевозможные ереси 4-го века, Панарий, которую составил святитель Епифаний Кипрский. Вот одна из глав как раз посвящена в этой книге Иосифу, вот этому самому иудею, который, ну, на самом деле рассматривается там не как представитель какой-то ереси, а наоборот, как человек, который, подобно собственно и самому святителю Епифанию, оставил иудейство, а Епифаний происходил тоже из иудейской семьи изначально, и был обращен в православие. Епифаний лично, как можно заключить из его сведений, которые он представляет, общался, виделся с этим Иосифом, и тот рассказывал ему свою историю о том, что он был достаточно богатого, высокого, знатного такого еврейского рода человек, обучался у Хилеля, или Гилеля, второго, такого знаменитого учителя, старца, так сказать, народа иудейского, который сам являлся сыном еще более великого и более известного раввина, и гуды Ханаси. Это вообще, в общем-то, была, так сказать, такая личность, которую до сих пор иудеи почитают с таким священным просто трепетом, называя его наш учитель. Это один из таких вот учителей закона, который фактически возглавил народ после тяжелых гонений императора Адриана, после Второй Иудейской войны, он собрал его, объединил и фактически сделался тем, что греки называли Этнархом. Собственно, его вот это имя, Ханаси, оно и означает вот такого вождя народа, с которым, собственно, велись все переговоры, все какие-то дипломатические отношения с властями Римской империи, которые перед ними представлял все интересы своего народа. Он был очень богат и очень учен, соединял в себе вот такую и родовую знатность и богатство, и в то же время очень глубокое знание Торы, Священного Писания, Предания. Во многом можно сказать, что вот именно этот человек лежит в основании всей современной нео-эдаистской талмудической традиции. Вот он как раз, собственно говоря, отбирает талмудические сказания, которые создают так называемую Мишну, Предания, на основе которых впоследствии вырастает талмуд, книга, которую руководствуют сейчас современные нео-иудеи-талмудисты. И вот учеником таких, так сказать, виднейших представителей иудейского народа являлся как раз-таки этот самый Иосиф, но предзрел это все, когда ему открылась истина христианства, принял православие и оказался лично знаком с императором Константином. Император Константин даровал ему очень широкие полномочия. Он сделал его действительно главой всего иудейского населения Галилея, а оно было иудейское население на тот момент сосредоточено главным образом там, на святой земле. И дал ему, так сказать, высокий очень сан, который сейчас можно приравнять или там графскому титулу, или в военном отношении. Это такой как бы крупный военачальник, комит, генерал. И Иосиф эту свою власть с благословения, с, так сказать, позволения святого императора употребил на то, что он начал во множестве строить христианские храмы в местах, ну, как сейчас бы сказали, компактного проживания иудеев. Вот именно он, что ли, способствует широкому распространению и развитию так называемых иудеохристианских общин. Общин, в которых иудеи, подобно, тем своим единоплеменникам, которые приняли Слово Божие еще в первом веке во времена земной жизни Спасителя, так сказать, и благодаря проповеди апостольской, они соблюдали с одной стороны и все постановления закона Моисея, которые можно было в тех условиях соблюдать с одной стороны, и с другой стороны они являлись верующими христианами, посещали храмы, приобщались с церковным таинством, что было очень важно, поскольку, конечно, в Галилее в то время складывалась вот такая очень агрессивно по отношению к христианам настроенная популяция иудеев. Это представляло собой большую опасность вообще для и духовного в первую очередь, но и не в последней степени для политического единства населения этой области Римско-Византийской империи. И вот Иосиф этот, которого память в Западной Церкви совершается 22 июля, у нас вот, к сожалению, как-то он не обрел такого почитания, хотя из слов, из описаний Святого Эпифания он являлся вполне таким православным человеком, защитником православия и от нападок иудеевствующих благодаря той власти, которую получил, и от еретиков. Например, святитель Непифания указывает о том, что для того, чтобы ариане насильно не сделали его арианским епископом, не вызвели, так сказать, не заставили, так сказать, под политическим таким давлением перейти на свою сторону и возглавить вот это вот движение по обращению иудеев христианства именно в такую арианскую форму, сектанскую, что Иосиф специально для того, чтобы не принять этот епископский сан, вынужден был жениться. И вообще святитель Епифания описывает его как такого последовательного борца с арианством, защищающего интересы именно православия. Ну, православным был император Константин, в отличие от своих, к сожалению, преемников, которые взошли, восходили на трон уже после него, и часть из которых, как мы знаем, семья Константина тоже разделилась, старший его сын был православным, а остальные как раз-таки разделяли арианские убеждения. И вот Иосиф как раз-таки является тем человеком, мы уделили ему вот какое-то сейчас такое внимание, поскольку, к сожалению, эта фигура, на мой взгляд, несправедливо забытая и в истории Святой Земли, и вообще в истории Православной Церкви, а самое главное в наших православных святцах. Совершенно неизвестно, ему нет ни песнопений, ни службы, ни дня опоминовения, и мне это кажется несколько исторически несправедливым по отношению к нему. Он забыт, как и множество других святых, на самом деле великих святых, которых мы сейчас не почитаем, поскольку они как-то так не нашли почему-то себе места в наших сборниках житей святых и в наших святцах. Так вот, Иосиф создает и возводит первый небольшой храм, как раз-таки именно этот храм, по всей вероятности, и видела полуменца Эгерия или Этерия, посвященный чуду умножения хлебов и рыб. Более значительных размеров церковь, которая, видимо, отвечала уже нам намного более широко распространившимся в то время движению православного христианского паломничества на Святую Землю, строит уже в конце V века Иерусалимский патриарх Мартирий. Это тоже, надо сказать, очень такая замечательная и примечательная личность. Он родом был из Египта, и хотя Египет в то время процветал добродетелями монашескими, и было, так сказать, прямо скажем, у кого учиться в V веке монашеству в Египте, тем не менее Мартирий оставляет Египет, приходит в Палестину и здесь становится одним из ближайших преданнейших учеников великого столпа вселенского православия, столпа палестинского монашества, преподобного Ефимия Великого. Вместе с тоже будущим патриархом Ильей, он является вот таким, ну, самым близким и одним из самых таких вот возлюбленных учеников преподобного Ефимия, более старшим, чем преподобный Савва, освященный таким наставником святого Саввы, впоследствии Мартирий, отделившись от, после смерти уже, от братства преподобного Ефимия, встает свой собственный монастырь, который, надо сказать, ну, очень хорошо сохранился, по крайней мере, так сказать, его основание неподалеку от Иерусалима, в таком еврейском поселке Мааля-Думим, сохранился вот этот монастырь Ава-Мартирия, но одним из деяний патриарха Мартирия в Галилее, на которое он тоже обратил свое внимание, будучи главой предстоятелем Иерусалимской Церкви, является как раз-таки возведение большого, большой такой базилики в память о чуде умножения хлебов и рыб. И эта базилика украшается прекраснейшими мозаиками, причем эти мозаики создают мастера, приглашенные из Египта, из Александрии, по всей вероятности, и современные исследователи в этом находят такую связь, что, видимо, они пришли как раз-таки по приглашению Мартирия, который сам был выходцем из Египта. И о том, что мастера родом были из Египта, говорит и то, каким именно образом они посчитали нужным украсить полы этой прекрасной церкви своими, надо сказать, действительно очень мастерскими такими мозаиками. Дело в том, что, как это может не показаться несколько странным, все вот эти знаменитые полы, этой мозаики были украшены декором, который наводил воспоминания не столько о берегах Галийского озера, где, собственно говоря, находился этот храм, сколько о берегах несколько удаленного оттуда Нила. все пространство пола покрывает изображение лотосов, ибисов и прочих каких-то растений, животных и птиц, которых можно встретить как раз-таки на берегах Нила. Но это является не единственной странностью этого места. Собственно, из таких чисто палестинских, имеющих отношение к событиям происходившим здесь мотивам относится только вот это довольно реалистично и в то же время очень такое яркое символичное изображение корзинки с пятью хлебами и двух рыбок. Это изображение сейчас можно встретить в любой практически торговой лавке по всей Святой Земле, где торгуют сувенирами. Везде наверняка вы видели или могли видеть у тех, кто побывал на Святой Земле в доме или кому просто привезли презент со Святой Земли, вы наверняка могли видеть какую-то такую тарелочку с таким мозаичным изображением пяти хлебов в корзинке двух рыб. Это стало одним из таких художественных символов вообще Святой Земли и паломничества на Святую Землю. Это как раз заслуга вот этих александрийских мастеров V века. И собственно вот эта знаменитая мозаика она как раз таки находится в алтаре под престолом рядом с таким довольно большим камнем который в традиции называется менза крести стол Христов. Паломникам которые посещали это место говорили что именно здесь этот камень спасители использовал для того чтобы на нем разложить вот эту трапезу которую впоследствием умножил на вот такое огромное количество 5000 человек своей божественной силой говорили также что камень этот на самом деле лежал не здесь но в том месте где произошло это чудо а сюда был перенесен специально для того чтобы занять место вот такой вот видимой рукотворной святыни но на самом деле вот этими признаками как-то священными и исчерпываются во многом какие-то образы связанные со святой землей а с правой стороны от алтаря мы видим вообще какое-то совершенно удивительное и несколько так сказать это непонятное для нас может быть изображение которое ставит в тупик внимательных посетителей и паломников приходящих в храм умножения чудо хлебов и рыб там изображен мозаикой некий какой-то такой по всей вероятности каменный столбик разделенный на несколько там на десяток различных отрезков каждый из которых помечена буква греческого алфавита ну те кто действительно внимательно относится к тому что они видят задаются вопросом ну ладно так сказать все эти нильские какие-то птички цветочки слава богу хоть крокодилов нет но вот это то что такое что это за такой столб и почему он находится здесь ответ который мы можем получить на этот вопрос он ставит перед нами не меньше вопросов потому что этот столбик это так называемый ниломер или нилометр то есть это такой специальный столб который использовался для того чтобы измерять уровень воды в ниле и вот теперь мы задаемся вполне таким законным наверное вопросом а что делает этот ниломер или нилометр так далеко от берегов собственно говоря нила на берегах галилейского озера почему он находится здесь почему он находится в православном христианском храме посвященном чуду умножения хлебов и рыб и вот это так сказать такая историческая загадка которую мы с вами сейчас рассмотрим но для рассмотрения которой нам необходимо вообще обратиться к такому более широкому что ли контексту историческому вот тех времен о которых мы говорим времен первых веков существования византийской империи как христианского государства об этом сам ниломер или нилометри пишет целый ряд церковных историков начиная с Евсевия Памфилов жизни императора Константина ну также об этом пишет и Сократ Схоластик и Сазамен Соломинский и небезызвестный пресвитер Руфин известный также как Руфин Аквилейский автор кстати говоря той самой весьма популярной и действительно душеполезной книги жизни египетских отцов повествующие вот о самом таком расцвете века египетского монашества и вот если как-то несколько так суммировать их исторические свидетельства вырисовывается такая картина дело в том что вот этот самый нилометр который один из этих историков называет таким видимо местным словом пихун вот этот самый нилометр традиционно почитался как вот такой божественный атрибут почитавшегося в Александрии божества Сераписа ну Серапис это такая вот попытка на самом деле династии Птолемеев соединить в своем правлении эллинистические культы с местными египетскими ну собственно говоря чему в принципе были посвящены значительные усилия именно вот этих правителей потомков спутников Александра Македонского да тех диадохов которые захватили разделили между собой после смерти Александра Македонского его огромную несостоявшуюся империю и вот этот Серапис представлял собой какое-то такое смешение с одной стороны греческих и даже римских черт он похож на Зевса отчасти или на Юпитера с какими-то такими традиционно местными египетскими атрибутами для того чтобы его могли в равной степени почитать и греки и египтяне в честь этого Сераписа в Александрии был возведен великолепнейший совершенно храм который описывают как одно из таких просто едва ли не чудес света он был построен на специальном рукотворенном возведенном холме под которым находились храмовые всевозможные катакомбы сам этот храм был украшен украшен портиками с колоннадами в центре храма находился находилась очень искусно сделанная статуя самого божества и и вообще историки описывают еще и множество каких-то таких трюков художественных которые употребили создатели этого храма для того чтобы создать у почитателей Сераписа ощущение какого-то чуда например окна в храме были сделаны таким особенным образом что солнце проходя и поднимаясь оно так сказать направленный луч посылало сфокусированное как раз таки вот этими архитектурными ухищрениями посылало прямо на губы Сераписа и жрецы говорили что вот солнце приветствует Сераписа восходя или прощается с ним уходя ну и много так сказать тому подобных каких-то трюков описывается в связи с вот этим почитаемым в Александрии идолом помимо собственно самого Сераписа и его храма вокруг еще был построен целый практически квартал множество зданий в которых жили служители такое особое такое братство которое прислуживало при этом храме прислуживание правда это было такого вполне особенного свойства своеобразного которое собственно говоря и стало причин того что император Константин в целом в общем-то сравнительно лояльный к языческому населению своей империи и не боровшийся далеко со всеми так сказать проявлениями язычества в своей империи поскольку это просто вызвало бы масштабную гражданскую войну но собственно достаточно сказать что до конца жизни император Константин не снял себя титул верховного жреца римской империи понтифекс максимум то есть он продолжал оставаться главой вообще собственно символическим главой всего языческого жречества ну благодаря тем титулам которым обладал как римский император но здесь вот он обращает свое внимание именно на то что происходит в храме этого сераписа причиной было то что как говорит Евсееве Памфил служители этого храма по всей вероятности занимались таким явлением как храмовая проституция причем надо сказать что в таком именно мужском исполнении этого ну такого в нашем представлении непотребного совершеннодейства да ну была такая особая категория храмовых служителей в языческом мире которые назывались иеродулы священные рабы это люди которые либо с детства посвящались этому служению либо принимали его добровольно ради того чтобы послужить богу или богине которых они в особенности почитали вот и они вот несли свое служение в каких-то таких ну то есть это рабы которые принадлежали храму добровольно либо невольно к сожалению одно из обязанности подобных рабов могло быть в том числе и удовлетворение каких-то таких вот блудных прямо скажем запросов посетителей этих храмов во славу богу или богине которым они служили деньги которые так сказать они таким образом получали за это шли как жертву на храм и в общем на тот момент это было вот такой вот своеобразной легализованной формы того что мы бы сейчас назвали преступным таким бизнесом фактически храм превращался в разновидность такого вот священного борделя и по всей вероятности это было ну достаточно скандальным даже для тех времен когда император константин сделался главой римской империи хотя к тому времени сама империя находилась в том числе и в таком глубоком духовном упадке но христиан которые которых поддерживал оператор константин конечно не могло не беспокоить такое непотребство совершавшееся в самом центре Александрии выражаясь современным языком вот этот самый храм сераписа был таким центром ЛГБТ пропаганды как мы бы сейчас сказали которая распространялась благодаря множеству паломников и вообще такому своему значению в языческом мире на очень широкие слои тех людей которые приходили в такой крупный торговый город как Александрия со всех сторон римской империи оттуда вот это безобразие распространялось во все ее концы поэтому одно из таких вот первых дел которые делает император константин как христианский правитель это как раз таки попытки ну вот прикрыть вот всю вот эту гомосексуальную лавочку при храме сераписа в Александрии вот это вызывает невероятное возмущение среди жителей Александрии которые суеверно уверены в том что такой великий бог как серапис неминуемо накажет их тем что не позволит разлиться Нилу а разлив Нила это в общем-то то от чего зависела жизнь не только Александрии но и вообще всей на самом деле Римской империи потому что ну вот как скажем у нас раньше говорили да что вот там скажем Кубань это всесоюзная житница вот в случае Римской империи такой всесоюзной или всеимперской жительницей являлся как раз таки Египет Египет производил огромное количество хлеба поэтому например когда соратник императора Юлия Цезаря потом Октавиана Августа небезызвестный Марк Антоний в таком широком массовом сознании знаменитый своей связью с Клеопатрой собственно устанавливает этот политический союз с последней царицей Египта он в общем-то в каком-то смысле берет Рим можно сказать даже в прямом смысле за горло потому что без египетского хлеба Рим просто не мог выжить Египет собирал 2-3 урожая хлеба в год для того чтобы убирать эти урожаи хлеба собиралось практически все население даже монахи оставляли свои пустыни спускались так сказать долину Нила и участвовали в жатве этого самого хлеба но таким образом получая и пропитание себе на последующий период своей пустынной жизни до следующей жатвы и постоянно суда груженные зерном отправлялись из Александрии в Рим и в прочие области империи и тот кто владел Египтом обладал в общем-то всем основным таким запасом хлеба от которого зависела жизнь практически всей империи поэтому Антони например поселившись в Александрии в каком-то смысле взял за горло и своего оппонента Октавиана Августа и мог из Египта поднимая опуская цены на хлеб а также их доставки в Рим просто диктовать свою волю Октавиану Августу что и вызвало в общем войну между ними но вот это такое необычайное плодородие Египта оно целиком и полностью зависело от такого природного явления как разлива Нила но мы с вами представляем себе что Египет по большей части это все-таки такая пустыня в которой едва ли можно выращивать большие урожаи хлеба и все урожаи как раз таки сосредоточены в долине Нила где Нила разливается с одной стороны так сказать делают эти почвы плодородные благодаря тому илу который приносит с собой наполняет их влагой ну и потом там весьма быстро под теплым египетским солнышком вырастает пшеница превращаемая впоследствии в хлеб и вот именно вот эти разливы Нила они необычайно важны для того чтобы год был урожайным или неурожайным насколько Нил разольется насколько он будет плановоден насколько большую территорию сможет оросить и сделать пригодным для выращивания пшеницы это был вопрос от которого зависела вся жизнь Египта и не только поэтому до сих пор надо сказать что в литургии коптской церкви есть прошение в мирной ктенье содержащие именно просьбы к Богу о том чтобы Нил разлился как положено как подобает во всю ту ширину на которую он должен был по крайней мере так сказать еще в средневековых коптских литургиях такие прошения содержались то есть народ Египта всегда молился о том чтобы Нил как источник жизни даровал им своей полноводностью вот эти самые урожаи бывшие причины источником их изобилия ну и естественно разливы Нила они ставили в прямую связь с волей такого почитаемого Бога как Сераписа поэтому после того как начались гонения так сказать на этот храм тут же в общем-то поднялся очень большой мятеж среди языческого населения Александрии которая начала пророчествовать о том что христиане вызовут на себя гнев Сераписа Нил не разольется и всеми погибнем и хлеба не будет но христиане вместо того чтобы так сказать это внять этим мрачным пророчеством поступили еще более так сказать наглым образом тот самый Нилометр ту вот так сказать меру которая использовалась для того чтобы регулировать вот эти разливы Нила они взяли и перенесли в свою христианскую церковь при этом вообще попутно разрушив идол Сераписа оказавшись совершенно прогнившим трухлявым и за которым так сказать они обнаружили массу каких-то жреческих уловок и всевозможного хлама что в общем послужило к еще большему унижению этого самого идолосераписа и надо сказать что несмотря на все так сказать эти пессимистические чаяния язычников в ближайшие годы разлив Нила был не то что на обычной высоте и ширине но даже превосходил по этим показателям все предыдущие годы так что они оказались чрезвычайно такими благоприятными для урожаев Египта и вот собственно говоря с этих пор Нила Мир стал очень важным религиозным символом именно для христиан Ниломер сделался как сказать символом того что разливы Нила и как следствие благоденствия не только Египта но и всей Римской империи находятся в самой прямой непосредственной зависимости в связи не от воли какого-то там серописа трухлявого и прогнившего а от воли творца этого мира бога христиан спасителя и вот поэтому мы с вами так сказать видим такое несколько странное может быть для нас явление как появление вот этого самого Ниломера нигде не будь а именно в храме посвященном умножению хлебов и рыб ведь это чудо спасителя оно самым таким естественным образом связывалось и с умножением хлебов во всей Римской империи умножив хлеба для своих слушателей спаситель выступил таким вот как бы образом да и вообще божественного могущества и образом того что именно Господь подает пищу алчущим и наполняет так сказать руку всякого просящего у него именно Господь есть податель всех благ вот это очень важную в религиозном отношении мысль и посчитали нужным отразить в храме чудо умножения хлебов и рыб безвестные к сожалению нам египетские мастера при создании в пятом веке вот этой своей знаменитой мозаики где оказался и вот упоминаемый нами Неломер была еще одна местная причина по которой столь далекий казалось бы египетский символ обрел свое воплощение здесь именно на берегах Галилейского озера дело в том что Галилейское озеро в какой-то такой некоторой миниатюре для Палестины является примерно тем же самым чем является и Нил для Египта до сих пор среди местного населения даже еврейского есть такой так сказать обычай или такое присловие так сказать когда они по уровню воды судят о том насколько они согрешили в этом году перед Богом жизнь Палестины точно так же зависит от зимних дождей от периода дождей как и жизнь Египта сколько прольется этих дождей означает и то насколько такая в целом безводная страна как Израиль будет снабжена столь необходимой для ее выживания живительной влагой вот этих дождей в Иерусалиме даже есть такой водосборник Мамила куда раньше религиозные евреи ходили специально смотреть насколько высокий уровень воды в этом сам водосборнике и из этого опять же делали вывод о том насколько народ согрешил перед Богом и сколько Господь дал ему за это воды либо наказал засухой либо излил свое благоволение праведным людям в количестве тех осадков которые послал на землю такой же самой мерой в общем-то являлось и Галилейское озеро Галилейское озеро как мы говорили самый крупный резервуар пресной воды на всем пространстве Палестины и поэтому от того насколько высокий уровень воды будет собрано в нем зависит то насколько будут решены поля в долине Ордана и сколько можно будет забрать этой воды по водотокам по акведукам развести для нужд каких-то других областей святой земли где ощущается недостаток естественных запасов природных запасов вот этой самой чистой питьевой воды пригодной как для питья так и для орошения полей без которых ничего не может произойти не может вырасти вот так таким образом решается это историческая загадка присутствие неломера нелометра в храме умножения хлебов и рыб и вообще надо сказать удивительным образом эта загадка сохранилась до нашего времени дело в том что в противоположность многим другим храмам Галилеи этот храм оказался сохранен для нас ну таким несчастьем к сожалению он простоял недолго радуя паломников уже в конце седьмого века епископ Аркульф видел только колонны сохранившись от этого великолепного храма остальная часть храма была разрушена землетрясением но это землетрясение скрыло практически неповрежденные вот эти замечательные египетские мозаики под слоем пепла пыли камней и в девятнадцатом веке это место оказалось выкуплено геметскими миссионерами а в тридцать шестом году расчищая место вот этого храма они обнаружили вот эти великолепные мозаики и шестьдесят восьмого года когда они были восстановлены началось строительство над ними византийской базилики практически полностью повторяющей своими архитектурными формами ту которая стояла здесь в пятом веке благодаря трудам патриархам мартирия и его соработников и сейчас с восемьдесят второго года этот храм и вот эта мозаика с чудом умножения хлебов и рыб является одним из таких символов святой земли посещаемым местом паломниками а мы можем так сказать тоже в этом принять участие можем поклониться этой святыне и можем задаться вот загадкой о присутствии в христианском храме египетского мелометра которую я сейчас постарался в этом повествовании вам раскрыть и изложить внеси свой вклад оцени подпишись и поделись этим видео субтитры субтитры